Друзья, всем привет! Добро пожаловать на YouTube-канал Минского Динамо. Мы находимся в Пабе 82, локация знакомая каждому болельщику, кто хоть раз бывал на стадионе Динамо. Ну и раз мы здесь, вы точно знаете, о чем наш выпуск. Сегодня будем говорить про чемпионство 2004 года, которому исполняется 20 лет. Со мной мой друг Вася Книзюк. Вася, привет! Добрый день! Уверены, вы очень долго ждали наш второй выпуск, но мы знаем, что наш гость с лихвой оправдает это ожидание. Встречайте, Сергей Павлюкович! Да, добрый день, спасибо за приглашение. Сергей Васильевич, вы запретили называть вас по отчеству и на «вы», поэтому это будет первый и последний раз, когда я так скажу, но тем не менее. Спасибо большое. Как дела вообще в целом, как настроение? Ну, пока в футболе, поэтому настроение хорошее, позитивное. Занимаюсь любимым делом, поэтому, в принципе, готов говорить про 2004 год с радостью, вспоминать истории приятные и, возможно, неприятные. Всякого хватало в этот год. В 2004 году я ходила во второй класс, поэтому вспоминать будет Вася, а я буду просто сидеть и удивляться вместе с вами, как в первой. Наверное, надо вспоминать 2003 год, когда закончился сезон в Томи. Да. Наверное, не самый удачный сезон ввиду тяжелой травмы. Да, там была такая ситуация, что заканчивали сезон в Лужниках кубковым матчем с торпедо «Москва». Да, и на, скажем так, предигровой неделе получил травму боковых христообразных связок, а вообще планировался в стартовый состав, и мне доктор говорит, «Блин, ну ты терпи, тут последняя игра, кто первый и последний играет, тот подписывает контракт на следующий год». «Хочешь остаться? Терпи». Ну, я как молодой еще к тому, хотя уже тогда было по 30 лет, я терпел, 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 день терплю, два терплю, а понимаю, что, блин, ну, надо выходить играть с командой выше уровня нас. Как я, блин, я за день или за два до матча пришел и говорю, нет, я, наверное, не смогу. Мы эту игру благополучно проиграли, выбыли с кубка, и вот я оказался в неведении, чем заниматься, скажем так, либо восстанавливаться и готовиться, скажем так, продолжить карьеру в России, либо искать себе новый клуб. И в таком неведении я был порядка, наверное, двух месяцев, да, и когда я уже понял, что со стороны томской команды никаких предложений не будет, как у нас обычно, если плохо где-то, ты всегда возвращаешься домой, вот. Но «Динамо» это не был мой дом, вот, просто я возвращался, условно, в белорусский чемпионат, вот. А такая была ситуация, что всю жизнь, сколько себя помню, я всегда, у меня была мечта играть в «Минском Динамо», всегда, вот сколько помню себя, я когда играл даже в «Торпедо» в «Минском», тренировались на дальних полях в «Стайках», я приходил за решетку на верхнем поле, смотрел, как тренируется «Динамо-193», такая еще команда была, там были мои друзья, и мне, я говорю, мне тогда вот просто сказали, перелазь и тренируйся, я бы перелез и тренировался, мне так хотелось быть в этом клубе, вот. И тут с течением обстоятельств возможно, что в этом клубе, я не помню, либо уже работал, либо стал работать Люда Соныч Румбутис, он был, наверное, спортивным директором, генеральным, да. А он в детском, юношеском футболе, да, он, была смена такая команда, я воспитанник сам футбольной школы ФШМ, или смена она потом была, и он там одно время был тренером, взрослым, ну, такой командой уже, как бы, между юношами и взрослыми, вот, и я год у него играл, и он мне говорит, типа, что ты ходишь тут по городу, давай, типа, если хочешь, давай. Я говорю, ну, как давай, давай это когда ты можешь, а когда ты на одной ноге, как, как давай, блин. Он говорит, ну, давай встретимся. И вот мы с ним встречаемся, как сейчас помню, возле каста стадиона «Динамо», у него такая была «Вольво-машина», он меня садит на переднее сидение и достает контракт, и говорит, на, подписывай. Я говорю, как? Он говорит, так через пару часов вот автобус в Чехию на сборы отъезжает, поездишь. Я говорю, блин, ну-ка. Я говорю, на одной ноге. Да, говорит, ничего страшного. Типа, ну, я так... Там подлечит, да, и... Ну, я так понимал, что главное ты подпиши, а там съездишь, получится, будешь, не получится, разорвали и назад домой. Вот. И так оно получилось, что я поехал на сборы, и там, благодаря двум нашим массажистам, Сергей Иванович и Сергей Шматко такие работали, они реально две недели, они меня, скажем так, ну, ставили на ноги. Я не тренировался с командой, я просто какие-то процедуры посещал там, какие-то, ну, то есть они надо мной колдовали. И через две недели я приехал сюда, не проведя ни одного матча, с твердой уверенностью, что я стану игроком футбольного клуба «Динамо Минска». Вот так, как бы, это 2003, да, пересек, 2004 год. Вот так вот я, скажем так, стал игроком. Я даже не помню, насколько я подписывал контракт, честно. Просто мне хотелось тогда просто вернуться в футбол. И люди протянули руку помощи, скажем так, ну, я, как бы, за эту руку ухватился. Ну, надо заметить, что 2004 год самый большой наигрыш в команде был у Рожкова 29 матчей, а потом у Сергея и у Яна Тигрева по 28. То есть спасибо массажистам, которые вернули футболиста, и спасибо футболисту, который очень профессионально относился к своему здоровью. Я это очень хорошо помню. Мы по такому принципу и зовем, кто 28 матчей сыграл, тех вы вызвали. Ян Александрович уже был, теперь вы, как бы. Хорошо, я согласен быть старым, не проблема. Почему два матча пропустились? Ну, если это всего два, то, наверное, там была либо карточка, либо такая непродолжительная болезнь, либо, может, ну, не знаю, с тренером я тогда не ругался в тот год. Тогда вроде все хорошо было. Это уже позже, там, когда стал уже постарше, уже там начались другие движения, поэтому... Ну, вообще, если так забежать вперед, мечта с «Динамо» как бы побыть осуществилась во всех ипостасах, то есть и игрок, и тренер, и генеральный директор. Нет, генеральный директор я никогда не хотел быть, честно вам скажу. Это была вынужденная мера, которая, скажем так, в момент принятия решений, я вам честно скажу, как бы, ну, как бы так отдалиться от 2004 года, если про этот период сказать. Я шел с твердой уверенностью отказать Юрию Александровичу. Я... он мне дал сутки на подумать, да, я, как обычно, сказал, что я боюсь не справиться, поэтому дайте мне время подумать. Он мне сказал, ну, у тебя до завтра есть время подумать. И я шел с твердой уверенностью, что я откажусь. Но Юрий Александрович располагался на седьмом этаже, и чтобы попасть к нему, нужно было определенная карточка. Вот, то есть там просто в офис зайти, и подняться к нему было невозможно. Я пришел в офис вниз, и ждал, ждал, чтобы либо снизу спустился охранник, который бы меня туда провез. И вот это время, за это время мне поступает телефонный звонок от моей сестры. Вот, а она меня на семь лет старше, ну, и иногда в трудные моменты, это когда, там, первая любовь, там, еще что-то. Я всегда у нее советовался. И тут она мне звонит и говорит, типа, ну, как дела? Я говорю, ты знаешь, вот такая ситуация, не знаю, иду отказываться. Она говорит, ты знаешь, таким людям не отказываться. Я говорю, блин, как мне отказываться? Он говорит, ну, ты же пойми, люди такого уровня, они, если предлагают, то предлагают один раз. Потом они просто ставят на себе крест. И когда она мне сказала вот такие слова, у меня, как бы, опять начались эти весы, блин. Что делать? Ну, я уже ехал, то есть подымался на седьмой этаж с уверенностью, что я там начну, как бы, ну, я сомневаюсь, там, ну, то есть, тянуть резину. Ну, знаю Юрия Александровича, который, как бы, ну, он, блин, либо дает, либо просто говорит, ну, все, тогда иди. Вот. Ну, я ехал, думал, блин, как бы еще показать, что я сомневаюсь. И когда я к нему пришел, вот, он поднимает трубку и говорит своей помощнице, пускай зайдет там, ну, назвал молодого человека. Вот, заходит мужчина, он говорит, ну, вот, бери директора, идите, решайте вопросы. То есть, он мне даже не дал ничего сказать. То есть, я говорю, я там думал сопли туда-сюда, а там даже шансов не дал. Там уже все решили. А там уже все решили. И я вот вышел с вот этим, как вы говорите, блин, моей мечтой стать генеральным директором. Про тренера, ну, конечно, я всю жизнь мечтал тренером быть. Я, как бы, когда уже был на, скажем так, последних годах своего, возможно, последних годах своего игрового, да, возраста, я уже задумывался, я уже какие-то конспекты там начинал потихоньку писать, да. И поэтому, когда мне в 2000, я даже не помню, в каком году Сергей Гуренко сказал, что ты у меня в следующем году не факт, что будешь играть, я для себя сделал выбор. Главное, так интересно, он сам еще был действующим футболистом, я могу ошибаться. И его назначили главным тренером. Да. Да, было такое, да. И мы бежим в стайках по кругу, там остается несколько туров до конца, и он говорит, там, старый, мне такую кличку тогда дали. И он говорит, старый, блин, ну, в следующем году тебе придется, как бы, не факт, что ты играть, как-то такие слова. Я бегу, думаю, блин, о тренер, блин, вроде раньше мы с ним вместе играли, блин, вроде как с задним столом ели, а тут сразу приговор в конце года. Возвращаемся в 2004 год, главный тренер сезон с кем начинали? Мне кажется, Шубин, Петр Шубин. Петр Шубин. И вспомни своих партнеров по обороне. Я вот сегодня с одним из наших футболистов вспоминал год, и я спрашиваю, говорю, с кем Павлюкович играл в паре? С кем комфортнее было играть из них всех? С кем комфортнее? Так что там 30-летнему с кем комфортнее? Кто не лажал. Ой, не лажал. Там, блин, я скажу, вот интересно было, конечно, когда ты в 30 лет приходишь в новую команду, а там есть, приходит новый тренер. То есть, понимаете, такая ситуация, когда приходишь в клуб, где старый тренер, есть костяк, и ты приходишь 30-летний, тебе очень тяжело. Объясню почему. Я всю жизнь, как бы, приверженец такого. В одной берлоге два медведя не уживутся. Когда ты приходишь в таком возрасте, ты, в принципе, наверняка, как сказать, ну ты не медведь. Ты претендуешь на роль медведя. И если там, в той берлоге, они тебя не примут, получается, что команда будет, как бы, либо на два лагеря, либо они тебя просто, ты будешь, как там, инородное тело, да. Я приходил в клуб в такой период, когда новый тренер, новые пришли ребята. Поэтому тогда еще не было вот такого костяка, который бы, и получилось, что нам нужно было вот этим новичкам, нам нужно было этот костяк создавать. В комнате со мной жил Андрей Милевский и, наверное, Мартешкин Саня. То есть Саня Мартешкин еще старше меня. Вот, Андрюха Милевский был чуть младше на пару лет. И получалось, что так как мы вот начали вместе общаться, мы были новыми ребятами, мы как бы вот и возле нас, там Марат Юнусов тоже, он потому что никого не знал. То есть получилось, что кто постарше, мы как бы сами начинали кучковаться, а вот группа там Андрюха Разин, наверное, Владенков, да, Виталя, потом Димка Чалей, Рожков, наверное, да, вот они были как бы сами. Молодых тогда еще вообще в помине не было. То есть те, которые пришли после прихода нового главного тренера, они вообще на тренировки приходили, мы даже не знали, как их зовут, честно вам скажу. То есть там, ну, команда была, которая не Леня Ковель, там Леня Ковеля там давно, ну... То есть Сергей Кисляк и Антон Бутила, это были ноунеймы в то время? Это были дублеры, это были железные дублеры. Конечно, то есть там в начале сезона, если вопрос отвечать, с кем там вы начинали, там таких фамилий вообще не было, да. Ну вот, то есть там были другие ребята, и вот кого я вспомнил, и когда уже произошла смена тренера, тогда, наверное, уже там все поменялось по-другому. То есть там группа ребят ушла, и новая группа ребят поднялась из дубля. То есть там уже все поменялось. А с кем дружили? Ну вот именно как бы не по футбольному, а вот кто был, наверное, лучшим другом, может быть, в команде? Тогда, честно скажу, я пришел в новую команду, и был большой период, скажем так, вне Белоруссии игрового, поэтому я пришел, и там вот именно там уже в Динамо я начал, скажем так, возобновлять контакты, и появились у меня друзья Дима Чалей, как бы мы так хорошо с ним общаемся, вот, и до сих пор Андрюха Разин, то есть ребята, те, которые вот чуть постарше, то есть мы как бы с ними вот, это уже там Рожков, Павлючик, уже попозже, да, вот, а вот с этими ребятами, кто постарше, у них как бы такие отношения более, более такие тесные. Ну, лучше времени для этого я не найду. Какое-то время? Так, правильно я понимаю, что эта кандидатура была одобрена супругой? Ну, так тогда Сергей Кисляк, можно я посмотрю? Ну, конечно, это же ваше. Блин, ну, да, одобрена как? В том состоянии, в котором мы отмечали или были в начале этого праздника, там... Еще один пейс-контроль. Блин, да, да, какие мы были молодые, блин. Вот эта прекрасная фотография. Да, эта фотография, кстати, тут на фотографии... Кому-то очень идут усы, по-моему. Василий, мне кажется, что это вы. Есть ощущения. Есть ощущения? Фотография даже желтым цветом не стала, она 20 лет прошла. Ну, и вот эта, конечно, прекрасная. Да, это мы поднимали очередной бокал за чемпионство. Так, тренера 2011 года, нынешней Академии Минского Динамо, еще, конечно, никто не показывал. Сергей Михайлович. Да, Сергей Михайлович, да, до сих пор. Главный компромат найден, наконец-то. Давайте до медалей мы еще доберемся. Начало сезона, каким оно было? Какие воспоминания? С одной стороны, смотришь, очков собрали хорошо, а с другой стороны, игра команды, в общем-то, не радовала ни команду, ни болельщиков. Ну, наверное, возможно, они не получались, потому что новый состав был. Было, скажем так, возможно, не совсем мы понимали еще друг друга. Как всегда, поля. Извечная проблема Динамо Минск – это апрельские поля. Вот, возможно, поля, да, потому что, возможно, мы тогда нам прививали спартаковский футбол, может и не спартаковский. Честно, в памяти не помню, во что мы там играли или какие были установки у главного тренера. Ну, раз май месяц или там какой, да, май месяц наступил, тренера меняют, да, для меня это, понятно, было в новинку, да, и я, кстати, помню эту историю, и вот в предыдущем, наверное, Ян, возможно, вам рассказывал, когда это собрание, да, для нас всех это шок, да. Когда я, тем более, Шуканов, блин, он тоже в тот момент претендовал на роль лидера, как я сейчас, вот сейчас вот, когда начал роль лидера, он, наверное, был в другом лагере. И, скорее всего, когда его назначают, и у меня такое подумалось, что, блин, не наш человек, блин, походу будет тяжело, да. Оно так по факту и получилось. Я вам скажу даже больше, что, может, я, Василий, перескочил уже там туда, далеко, нет, нормально? Да, я скажу даже такой момент, что он-то пришел, и он, по большому счету, всех ребят, которые были постарше, он начал потихоньку их готовить, скажем так, на выход, вот. И я думаю, я думаю, что я тоже был в том числе. Просто возможно, что тогда был Марат Юнусов и я, мы были на одной позиции, и он принял решение убрать его с команды, и просто молодого парня на мою позицию не было. Условно, как Леня Ковель в нападение его поставил, ну, потому что Леня Ковель был, да, он там, например, убрал, я уже даже не помню, кто там начинал, наверняка там был какой-то футболист более старший. А на моей позиции просто не оказалось. Но чистка была серьезная. Чистка была серьезная, и я думаю, что понятно, что он в мае месяца этих ребят не убрал с команды, они были, но они понимали, что их роль уже другая. Если в начале сезона условный Мартюшкин, он понимал, что он главный тренер, то к июлю, наверное, там был уже главный, ой, не главный тренер, главный вратарь, то основной вратарь, то к июлю основным вратарем, наверное, стал Цыгалка, да, я могу ошибаться, кто... Ну да. Да, то есть и так постепенно, постепенно все ребята, которые были, скажем так, постарше, они понимали, что этот тренер, он делает ставку на других. Вот сейчас я с высоты прожитых лет, возможно, я ошибаюсь, это сугубо мое личное мнение. Обычно так делает тренер, который приходит новый в команду, и он хочет поднять свой авторитет. То есть он убирает, условно, те, которые могут сказать что-то поперек его мнения, он их просто вычищает для того, чтобы остались те, которые, скажем так, будут смотреть ему в глаза, в лицо, в рот и так далее. И, в принципе, возможно, на тот момент это был единственный правильный способ как-то всколыхнуть. Возможно, я это, ну, это только знает руководитель клуба и, наверное, главный тренер. Там, я не знаю, с кем они еще там советовались. Поэтому раз эффект в ноябре месяце этого дал, значит, соответственно, он тогда поступил правильно. Как отметил день рождения? Как отметил? Я ждал матча Динамо-Минск-Шахтерс-Олигорс для того, чтобы... Все, что могли сделать. Да, для того, чтобы отметить победу Минского Динамо и прийти на этот матч, посмотреть, скажем, тем более поступило приглашение на этот матч, сказали, что хотели бы вас увидеть, небольшой вам сделать подарок. Вот, поэтому я утром встал, пошел, погулял с собаками и ждал вечера, когда, скажем так, буду востребован, приду на стадион и посмотрю игру любимой команды. После игры, после эфира на нашем YouTube-канале, после нашего ТикТока, где это было ярко показано, выпукло, какое-то увеличенное количество звонков, поздравлений или обычным порядком? Ну, в этот раз, я почему-то не знаю, что-то меня зернуло. Я в Вайбере убрал дату своего рождения. Да, и решил посмотреть, кто помнит, может быть, кто там несколько дней назад, или им пришло напоминание. Я не знаю, пришло это напоминание людям, не пришло. Много ребят звонило, много, скажем так, поздравляло. Некоторые поздравляли на следующий день. Я так понимаю, что это последствия вот этого поздравления на YouTube-канале «Минского Динамо». Ну, лучший друг подарил мангал, блин, потому что несколько дней до дня рождения он ко мне приехал. Как обычно, я ему сказал, занимайся костром, или там этим, да, да. Он занимался, занимался, потом пришел, говорит, не, Васильевич, блин, надо что-то с этим делать. Ну, я так понимаю, что он принял решение, вот, подарил мне мангал, но я надеюсь, что этот мангал уже не будет так дымить, как в предыдущей, поэтому... Ну, а так, обычные подарки, там, то парфюмерия, то, там, нынешний клуб подарил мне часы такие, пока, которые я даже не могу разобраться, одна стрелка, вот, и, как бы, да, однострелочник. И я, если честно, как бы, пока мне очень тяжело, сейчас уже возраст такой, как вы говорите, где-то уже зрение чуть-чуть надо вдаль хорошо, а вблизи уже похуже, поэтому уже приходится, даже сегодня я их не стал одевать, потому что, думаю, не совсем будет, как бы, красиво, если или правильно, если я, как бы, не разбираюсь, а буду сидеть, да, или там вдаль смотреть на время. Поэтому, как бы, ну, вот, такой подарок, я первый раз, скажем так, с этим столкнулся, ну, для меня это необычный подарок, что уже, оказывается, однострелочные часы. Раньше было время, когда, я сейчас помню, мне говорили, скоро будет так, что у каждого человека будет телефон. Я говорю, да ладно, как, как у каждого человека. Да, Васильич, сто процентов будет так, что даже ты здесь, а он там далеко, и ты сможешь с ним поговорить. Я говорю, да ладно, как, приходишь к тексофону, бросаешь монетку или жетончик и разговариваешь, значит, ему надо тоже прийти. Он говорит, да посмотришь, так будет. Я говорю, да я не могу говорить, а сейчас дошло до того, что сейчас я могу даже и видеть человека, который там, представляете, то есть, поэтому сейчас, наверное, с часами это мне по-стариковски однострелочник, это как-то новое как-то, а может быть, это уже люди давно этим пользуются, не знаю. Сейчас на секунду включу в режим людей 2006 года и младше, у вас соцсети есть? Нет, соцсети есть, но у меня дети, скажем так, продвинутые, у меня оба ребенка, они занимаются в компьютерных сферах, вот, поэтому они мне, как, что значит соцсети есть? Аккаунт. Семья покупает новый телефон, обычный новый телефон покупают кому? Тому, кому все это нужно, а нужно это детям. Тому, кто был понастойчивее. Да, получается, получается, телефон новый покупает сначала старшему сыну, его телефон переходит дочке, дочка отдает телефон тому же, кому этот телефон просто позвонит. У кого однострелочные часы. Да, да, и поэтому получается, что у меня до сих пор все эти, там, я не знаю, как они правильно там называются, у меня там высвечивается привет Алевтина, то есть, вот, то есть у меня это все как бы старое, да, у меня сейчас все эти как бы есть, но аккаунты очень так редко для почитать. Вернемся к футболу, сезон 2004 для тебя, какие в нем были узловые моменты? Момент, когда ты понял, что коллектив сложился, момент, когда ты понял, что с этим коллективом можно штурмовать высоты, и матч, когда ты понял, что ребята, мы чемпионы, мы дойдем, мы пойдем, ну, или какие-то свои столпы. Мы станем чемпионами, я только понял, конечно, когда мы забили второй мяч в игре против Борисова на стадионе «Динамо», вот, а такой еще момент у меня был в жизни, я со стаек сидел всегда в автобусе на заднем сидении, вот, тогда заднее сидение, там, пять сидений, я садился посередине, ноги в проход туда повыше, чтобы ножки не отекали, да, 30 минут едешь, как бы чуть ли не полулежа, как бы готовишься к игре. И я в какой-то момент, в середине сезона, стал на себе ощущать такое состояние, что у меня была твердая уверенность, что когда мы едем на стадион «Динамо», то мы меньше, чем ничья, у нас результата не будет. То есть, вот, какой-то, либо от нашей игры, либо от нашей силы, вот, то есть, у меня стала такая твердая уверенность, что сопернику либо так давили трибуны, вот, потому что по началу сезона я на себе ощущал вот это трибуны, да, для меня был новый стадион, и поэтому я понимал, что на любую приезжую команду трибуны давят, вот, поэтому вот такой какой-то момент у меня в середине сезона был. Возможно, еще ключевые моменты были, когда тяжелые матчи вытаскивали, да, такое уже, да, по большому счету сказать, что у нас тогда в тот год была поставлена игра, наверное, вряд ли. Ну, вот, возможно, уже много лет прошло, и сказать, что там были много ярких матчей, но хотя, если мы только шести матчей теряли очки, да, наверняка хватало ярких матчей, да, наверняка было и много матчей, где мы, скажем так, вытаскивали их, вот. Ну, вот, наверное, последний победный матч, мне очень врезалось в память желание, тогда с той стороны был Анатолий Анатольевич Капский, желание, скажем так, ему, чтобы он, желание какое? Желание, чтобы он услышал «Динамо-чемпион». И когда ты слышишь победу своего оппонента, это тебе еще больнее бьет по себе, ну, скажем так, по тебе бьет больнее. Психологически, да, поэтому я очень хотел, чтобы он услышал это. И мы несколько раз тогда кричали в раздевалке «Динамо-чемпион», чтобы ребята из БАТЭ и наши оппоненты услышали не только на футбольном поле, а уже придя в раздевалку, услышали наше вот это поздравление. Вообще тогда складывалась такая, действительно, не скажу, что семейная там атмосфера, но такая, что все работали в унисам, все, наверное, поверили, что мы, возможно, можем, вот, возможно, можем, потому что, раз мы шли на первом месте, тогда и результаты, скажем так, подкрепляли эту уверенность, вот, и сами работники были заряжены этой идеей. Но, конечно, тут большая заслуга, конечно, руководства в лице главного тренера Юрия Саныча. Вот, Юрий Саныч, он, конечно, мотиватор, дай бог, какому мотиватору, да, он такой человек, который, блин, мотивирует, блин, нормально, да, умеет мотивировать, да, вот. Ну, а отдать должное, конечно, что у Шуканова был глыба, как я его, вот, сейчас с высоты прожитых тренерских лет, когда я уже чуть-чуть потренировал, я понимаю, глыба в плане тренера, он каждому человечку знал, как он, говорит, пальчик свой такой, находил подход, кому-то ласка, кому-то наоборот, молодых он, блин, душил, я говорю, то есть он молодых любил, Шуканов, наверное, защищал, а он, скорее, молодым спуску не давал, кто постарше, наоборот, Островушка любил, а Шуканов, блин, наверное, так, 50 на 50, как мне кажется, да. Кстати, если мы уже говорили про БАТЭ, я когда начинала работать вообще в Винском Динамо в 19-м году, первое фото ваше, которое я увидела, когда вас поздравляли с днем рождения, где она тут, эта красота, секундочку, вот оно. Ух ты, Николай Рынзюк, наверное. Вы помните, с кем вы это сцепились? Да, это Николай Рынзюк, скорее всего, да, 10-й номер он играл. Я вот этот момент, ну, наверное, там, может быть, что-то доказывал или защищал. В Энхелку вы не потерялись? Не, в Энхелку я бы думаю, что я бы, блин, нормально там. Я хочу сказать, что в том сезоне, ну, не только в том сезоне и дальше, Сергей Павлюкович, от него мощная энергетика шла на поле. Если после тренировки это очень спокойный человек, мне как-то довелось делить один номер с Сергеем Павлюковичем пару недель, ну, это режим, это бережное отношение к своему здоровью, тщательная подготовка. Однозначно режим. Да, это всегда было. То на поле, это человек заряженный на игру, на борьбу, это через полполя, там, 10 тысяч стадион, кричат, он через полполя дает подсказ, и такой подсказ, что у молодого включается восьмая скорость, а если это кто-то, то его этот подсказ страхует, и вот такие, это просто одна фотография, а Сергей спуску никому не давал, и за это его уважали. Про боялись, не боялись, Василий правильно сказал, что за полем я с тем, кому я спуску не давал на поле, я с ними общался на равных. Там не было такого, что ты молодой, пойди там, например, там, носи мячи, да, и твоя фамилия никак, и зовут себя там никак, да, или там как, правильно это говорится. Вот, там было нормальное отношение человеческое, но в игре просто уровень вот этого, скажем так, чего там, не холестерина, а адреналина, да, он повышался в разы, и поэтому... Холестерин это уже после. Да, это уже сейчас уже, да, это сейчас уже холестерин. Вот, уровень адреналина, он подымался так, что мне было, в принципе, все равно, кто там, кому я это говорю, Шуканову условному, Гигевичу там, или там Игоря Рожкова, я много помню историй, когда с Павлючиком, который у меня жил одно время, в одно время мы вместе жили, когда он строил квартиру, я ему на поле пихал, и мы Димича Лею пихал, мы не разговаривали неделями, потому что он считал, блин, ты лучшему другу, блин, это пихаешь, ты что, блин, но я же, они, ну, они, может быть, сейчас уже понимают, что я это пихал для того, чтобы, как бы, не сделать себя выше, а для того, чтобы результат был, скажем так, лучше. Да, была история, когда Сергей проявил свой характер в отношении меня, очень интересно. Да, даже такое могло быть. Лето идет, тренировка заканчивается, там, тренеры куда-то уходят, я собираюсь уйти и тут стоять. А до того, как появиться в клубе, я общался с болельщиками на разных гостевых, там, все. Девятка, наверное, да, такая была гостевая? Я и на девятке был, и на пресс-боле, много где, там, раньше у болельщиков было много форумов, я везде, везде, везде. Заканчивая рассказывать болельщикам наши внутренние дела. Все все знают про клуб, я говорю, я спокойно, это не я. И вот с Володенковым на пару, еще раз, при всей команде это. Но это же кто-то делал, если мы пришли с Володенковым. Нет, при всей команде, а я знал, кто общался с болельщиками. И я встал, как раз на нижнем поле, говорю, так, ребята, вы меня слышите? Кто по дружбе рассказывает болельщикам, а болельщики потом разносят на весь мир. Еще одна претензия ко мне, и я лично Павлюковичу в глаза назову тебя, гада. Павлюкович, назови мне сейчас. Я говорю, я при всех говорить не буду. И они с Володенковым поднимаются ко мне в номер, и на мое счастье приехал пресс-секретарь, ныне покойный, к сожалению, Сережа Олегнович. Замечательный человек, и с ним журналист Максим Березинский. Который был всем человеком? Нет. Максим Березинский смотрит в глаза Володенкову и говорит, вы вчера после матча Кросс в лесу бежали, снова 11 человек, бежали. Князюк с вами бежал? Нет. Ты говорил, кто последний прибежит, тот... Непонятно кто. У Володенкова глаза вот сюда. А в бане Вася был? Нет. Ты вот это говорил? Вы, говорит, за своими языками, смотрите. И на вечерней тренировке. Команда там что-то, как-то что-то, выходит тренер построения, и тут Сергей протягивает руку, коротко, но громко, чтобы все слышали, извини. У меня просто, я не знаю, крылья за спиной выросли, мне хотелось самому на эту тренировку выбирать. Но этот случай был. Был? Ну, видите, да. Был, да, потому что... Ну, это я к чему? Это, наверное, тогда... Ну, это мешало. Вот вокруг команды, когда вот эти разговоры внутри, они не нужны, оно очень сильно мешало, и надо было это пресечь. Ну, было пресечено вот так. Вы же понимаете, тогда, когда идет ноздря в ноздрю единоборство с конкурентом, тогда любая там осечка, любое что-то закравшееся, это оно может повлиять. Поэтому, наверное, мы как бы хотели, чтобы, да... Поэтому, ну, получилось, наверное, не по тому адресу обратились, скажем так. Но тот, кому надо, услышал и замолчал. Ну, вот видите, значит, это возымело место, блядь. Болельщикам хочу сказать, что в пабе 82 замечательный квас. Про все остальное мы говорить не можем, но тоже неплохое. И вообще замечательная атмосфера. Почаще сюда приходите, на нас у Чемпионата Европы по футболу. Где вы его будете смотреть? И с кем? И с кем. На самом деле, динамовские болельщики вас очень любят до сих пор. Это всегда видно и по соцсетям, и это. Как вообще у вас вот тогда происходило общение с болельщиками? Как, может быть, сейчас проходит? Пишут, что-нибудь спрашивают. Вы знаете, я вот общение с болельщиками, скажем так, когда встречаю, бывает в городе, бывает в городе, редко, конечно. А вы не играли в Динамо Минст там, да? Вот мне как бы приятно. То есть человек, я его... Ну, понятно, что я всех не могу как бы знать, хотя на листы у меня более-менее хорошая пара. Да, просто, как бы, когда встречают, мне приятно, да? То есть люди. Бывает иногда фамилия там, как бы, а вы там не играли в Динамо Минст? То есть видно, что человек как бы... То есть таких уже тесных каких-то контактов понятно, что сейчас уже нету. Вот, ну вот, сегодня в пабе встретил девушку, которую, помню, она была еще тогда, я, наверное, было не столько лет, 20 лет... Ну, я не могу сказать, что это с 2004 года, но помню, она на все выезды ездила, причем была такая ярая болельщица, которая активная. Она, блин, на фан-секторе, блин, за Динамо Минст, Блот, Курвалова, скажем так, да? Я встретил, она меня узнала, я ее узнал, да? Вот, уже дети, да? Очень приятно было узнать, как у нее дела, то есть, ну, пообщаться. Ну, есть, пока такого вот, ну, только такое случайное, скажем так, вот. А к болельщикам я, честно скажу, до сих пор помню Динамо Миоры, да, такой был этот, я не знаю, сейчас он есть, ну, этот флаг, баннер Динамо Миоры. Миоры, 19 числа поедем, я напоминаю. Да, вот, кстати, я думаю, что там может быть этот флаг, если этот болельщик всплывет, да. Я не знаю, сейчас он, я точно знаю, на Еврокубках он 100% был, вот, потому что, получается, кто-то из Миоры, я так понимаю, был болельщиком. Ну, я, честно скажу так, еще, ну, у меня же конфликт, про болельщиков говорим. Я, когда был генеральный директор, у меня была встреча с болельщиками на стадионе, трактор на стадионе, после, наверное, какого-то матча. Наверное, мы тогда что-то делали не так, вот, либо результат, либо вообще какие-то, возможно, были, скажем так, ну, не те шаги предпринимали. И я сам говорю, что не надо там, ну, я не помню, как там уже дословно было, я сказал, что если есть вопросы, я готов после игры встретиться с вами. И я, вот, у меня перед глазами эта картина стоит, я, там, у меня даже такой какой-то, как типа, типа трибуну, да, и ребята сидели, довольно так, ну, порядка 50 человек. То есть, там не то, что там один на один, там на повышенных тонах, там нормальный диалог состоялся, то есть, с болельщиками. То есть, тогда, вот, в тот момент, наверное, это был, возможно, тогда главным тренером был Володя Журавель, да, к сожалению, ныне покойный, да. Вот, возможно, мы тогда что-то делали не так, да, либо результат у нас там, вот, тогда противоборство с Батэ было тоже у нас, вот, и вот такое было. Поэтому, если они меня хорошим словом вспоминают, ну, блин, кто-то, наверное, и плохим, ну, это жизнь, я к этому отношусь спокойно, вы знаете, всем же, как-то, быть угодным или нравиться ты не сможешь, да. Ну, как есть, поэтому тут, как есть, так есть. А вы говорили про режим, у меня есть сразу два вопроса. Как вы относитесь к футболистам, которые его не соблюдают? И кто в 2004 году был самый антирежимщик? Блин, ну, кто антирежимщик? Ну, я думаю, что пальму переноса тогда Виталий Володенков, наверное, сдержал. По крайней мере, он даже, если он, скажем так, ну, режимщик в плане, если, например, мы говорим там про спиртные напитки, да, это одно режимщик. А режим в плане, скажем так, вот, хорошо и плохо. Хорошо – это, значит, режимщик, плохо – это не режимщик. Художник назовем. Да, так вот, Виталий, да, Виталий, он, блин, на все эти истории, там, кому-нибудь, там, кирпич положит в сумку, да, и он, там, с базы, или после игры тянет, там, или пустых бутылок, там, после игры выйдет, там, домой принесет. Вот, то есть, он был, как бы, в этом плане режимщик. Понятно, что мы, там, собирались после игр, да, там, по кружке пива выпивали, да, вот, таких, ну, сейчас уже не принято пить. То есть, это, там, раньше за автобусом курили, а сейчас уже, наверное, не знаю, молодые люди, там, эти электронные сигареты, или как они там, спайсы, или как это нам называются? Спайсы точно нет, вейпы, наверное. Ну, да, это, я не знаю, эти новые, новые веяния, поэтому… Спайсы можно с футболом купить. Да, ну, это, значит, я чуть не в ту тему, вот, а, ну, да, режим, ну, режим, как есть режим. А есть какие-нибудь веселые истории про нарушение режима? Про нарушение режима? Ну, такое. Наверное, уже ближе, там, было к концу сезона. Не, помню, помню, не знаю, в этом году, не в этом году, ну, были истории такие, знаете, вот, после игры, там, особенно Еврокубков, возвращаешься, да, длительный выезд, но это, наверное, рассказывать нельзя, блин, или можно, да? Конечно, 100 лет. Да, если что, да, вырежете, да. Вот, возвращаешься, длительный выезд, возвращаешься, и тут вот проходим государственную границу. Обычно же, как бы, государственную границу, там, заходит таможенник, да, ты должен предъявить паспорт и показать свое лицо, вот. Ну, а когда это до границы очень долго ехать, тогда получается, что уже лицо очень тяжело поднять, вот. Ну, и представляете картину, что человек сидит, ему тяжело, да, а тут ему говорят, дай паспорт, он начинает судорожно искать этот паспорт, да, находит этот паспорт, вот. Потом ему говорят, подними лицо, вот, поднять лицо, это он не может, а ему говорят, подними веки, он начинает поднимать руками веки, да, вот. А организм же как, когда он спит, он, как бы, спит, и когда начинаешь его будить, то он начинает это все, что там внутри, начинает подниматься неизвестно куда вверх, понимаете. Ну, и, то есть, всяких историй хваталось, что там и останавливались, вот, человека тошнило, да, там, понимаете, и на границе тошнило, там. И, ну, это, это жизнь, как бы, я рассказываю, как есть, даже. Беспрекрасно. Да, а вот была одна история, в Еврокубках, мне кажется, мы приехали в Лиль, да, я могу ошибаться, и там была смешанная трава, то есть, был натуральный газон, он был прошит искусственным. Блин, да, и для нас, да, тогда мы, мы тут, блин, искусственный, натуральный, искусственный тогда нормально не видели, да, а чтоб натуральный, еще прошит, для нас, как бы, так, и мы, как сейчас помню, обувь подобрать, ну, я всегда был защитником, всегда играл в бусах «Азидас» на шести шипах, потому что Анатолий Иванович Юревич мне в молодости сказал, защитники должны всегда играть на шипах. Шипа в Беларуси, как минимум, потому что в Беларуси нет, типа, гравийных полей, или как-то, ну, что-то таким образом, то есть, все остальное, бетон, не бетон, то есть, всегда ты должен быть на шипах, потому что защитнику, если ты подскользнулся, ворота рядом, ты подскользнулся, соответственно, могут забить гол, поэтому мозоли, не мозоли, никого не интересовало, и я, как сейчас помню, на этих шипах выйдешь, блин, и, ну, вышел в этот Лиль туда, блин, а катается, то есть, ну, не могу, сцепления нету, а у меня других-то бусы нету, я понимаю, что сейчас эти ребята как побегут, блин, то я со своими, блин, скоростными данными и так не ахти, вообще буду, как бы, ну, очень будет тяжело, ну, тогда это был, как, вот, знаете, вот, как говорят, блин, новый этап, там, мы в космос полетели, вот тогда вот поехать во Францию и сыграть с той командой, вот, лично для меня было, как, вот, попасть, или, там, в другую, на другую планету, скажем так, то есть, вот, ну, вот, сродни, а таких историй, ну, запоминающихся, ну, я сам по натуре такой, ну, как вам сказать, не балагур, да, поэтому у меня такого, я... Режим, да, ну, да, раз режим, значит, режим, у меня такое все более степенно, да, да и возраст, 30 лет, вы же сами понимаете, уже, там, семья, поэтому тут уже, как бы, таких историй минимальное количество было, честно скажу. Конец 2004 года, ноябрь, матч с Бате и чемпионство. Каким вообще, вот, конец сезона тогда запомнился и этот, вот, день, наверное, может быть, самый памятный такой? Ну, помню, что пили из пластиковых стаканчиков шампанское, советское, да, еще тогда советское шампанское было, вот, ну, и, блин, бежали, радовались, прыгали друг на друга, то есть, казалось, что свершилась вот эта мечта идиота, как я говорю, для меня лично идиота, да, а для команды, то, к чему шли весь сезон, вот, и, блин, я не знаю, там, я, насколько помню, с голыми торсами даже некоторые ребята, понятно, что я нет, да, майки болельщикам отдавали, да, они, вот, ну, было полное, скажем так, удовлетворение, вот, блин, я говорю, очень хотелось тогда сопернику, который наздря в наздрю нам шел, блин, именно, мы же, наверное, в тот год ни одной игры не проиграли, можно даже две победы было, то есть, ничья, да, да, то есть, хотелось им в личном споре доказать, что мы, как бы, мы по праву должны стать чемпионом. Ну, для вас этот сезон получился особенно хороший, что там вы там принесли? Показывайте. Я вам принес, к сожалению, я, да, к сожалению, я не нашел свою медаль, а вот эта статуэтка лучшему защитнику 2004 года, ну, как бы, признали, да, я не знаю, болельщики или ассоциация белорусская, да, но я вам скажу, что, блин, заслуга команды, заслуга всех ребят, Линцевича, Павлючика, Тигарева, вот, может быть, я кого-то еще упускаю, да. Если кто-то их не видел, Сергей принес нам просто золото, просто, вот действительно золото. Я вам принес, я вам его хочу подарить, вот, подарить, я думаю, что, да, я думаю, что будет вам приятно увидеть эти лица, наши молодые лица. Я думаю, этим лицам будет не очень приятно увидеть себя, потому что они с тех пор немножко постарели, но это уже... Да нет, это наша молодость, наша история. На награждении была история, которая вызвала улыбку у команды на сцене. Что это было? Не помню. Андрей Разин. А, Андрей Разин, насколько я помню, он был лучшим игроком, наверное, чемпионата тогда, да, ну и, соответственно, наверняка он лучшим бомбардиром и нашей команды стал. Не лучшим, но лучшим игрок чемпионата, да, да, то есть, ну, фигура, скажем, по итогам того года. И вот его там в первых рядах вызывают, там, и так интересно было, приз будет вручать, блин, его фамилия такая была немецкая, вот, ну, там, например, штанги, например, я говорю, да. Пойдет. Да, ну, чтобы мы все, о, блин, Сименс, у нас спонсор был Сименс, мы, о, Сименс, сейчас мобилу подарят, да, блин, а может там еще что покруче, да. Ну, Андрюха такой радостный, а я сидел, сидел в чале, там, не помню, кто-то еще так с женами, да, мы сидим. И тут Андрюха такой радостный подрывается, идет такой, по лицу видно, блин, что ждет подарок, как сейчас будет. Служил. Ну, заслужил, вопросов нет, вот. И тут, как бы, Андрей, поздравляемся, спасибо, и протягивает такую формата А, наверное, как этот, А5, да, опять такую книжицу, вот. Ну, нам сдалека не видно, но Андрюха такой посмотрел, такой, спасибо, такой радостный, идет такой, там, а там так, Сименс с большими буквами. Ну, мы думаем, ну, наверное, как минимум паспорт к какому-то прибору, там, или, да, аппарату, да. Ну, он такой приходит, такой, начинает листать, там, так, а там страница, так, поделена пополам, и тут на немецком языке, а тут перевод на русском. И первая страница, история возникновения компании Сименс. Мы думаем, блин, что за паспорт такой? Он начинает листать, ничего. Ну, думали, может, вложили там какой-нибудь, это, ну, конверт или там вкладыш какой-нибудь, да, гарантийный талон, там, ну, как бы, он так, оп, ничего, он, она так интересная, а он так, главное, такой, чуть ли не под столом, чтобы хотя бы там деньги не вывалились. А то же всем там, мне, например, подарили телевизор, там, небольшого формата, как сейчас, помню, на кухню, там, Игорю Рожкову, если я не ошибаюсь, там, набор пикника, то есть такие, ну, довольно скромные подарки. И он так листает, листает, там, смотрю, что-то недоволен, он так приподнимает эту книжку и начинает разворачивать, а оттуда ничего не падает. Ну, и Андрюха, конечно, тогда весь вечер уже у него не задался, он уже весь паник, вот, ну, а что делать, уже раз подарили, уже ж ничего не поменяли. Книга – лучший подарок. Да, да. Лучше можно было не становиться в том сезоне, короче. Сергей, ну, с чемпионства прошло 20 лет, за 20 лет много, конечно, чего произошло, и второй раз, наконец, Динава стала чемпионом. А вообще, ваша жизнь сильно изменилась за 20 лет? Ну, как она могла измениться в плане? Семью не поменял, да, семья та же, дети выросли, да, дети уже потихоньку начинают обзаводиться своими семьями. Занимаюсь любимым делом, вот, опять в футболе, или как жена говорит, ты самый счастливый человек на свете. Я говорю, почему? Ты, блин, всю жизнь занимаешься своим любимым делом. Поэтому, блин, я благодарен и футболу, и динамовскому клубу, что, в принципе, вот, яркие минуты, яркие мгновения, они, как бы, и до сих пор, как бы, во мне. Ну, что еще? Ну, наверное, постарел, да, вот, но воспоминания остались, насколько помню, вот, ну, все попытался вам рассказать, как бы, вот, рад, конечно, был, что вы меня пригласили, честно вам скажу. Вот, ну, вы сами понимаете, для меня динамовский клуб, а все, что с ним связано, это, ну, реально, как бальзам на душу, вот, вот, поэтому спасибо вам большое, да. Вам спасибо, что пришли. Все, что мог рассказал, все, что вспомнил, вот, хочу, чтобы вы мне только сбросили ссылку, или как это правильно называется, на ваш ютуб-канал, да, подпишусь, и когда будут появляться новые, не только там, а вообще новые истории, буду с удовольствием смотреть. Ставить лайки. Лайки. И комментировать. А это как? А я вам покажу сейчас. А, хорошо, договорились. Сейчас камеру закроем, я покажу. Хорошо.